Человек сел, посчитал сначала. Первый вопрос, что бы что? Второй, а это поможет? Конечно, не надо сразу катить прот в облако. В нормальном в моем мире DEV, TEST, UAD и прот среду. Куда ты их пустишь? В прот, чтобы они там положили тебе все и поломали? А вот, типа, хорошо ли мы поступили? А правильно ли? Какие уроки мы отсюда извлекли? И как вы с этим работаете? Как эту культуру повышать? Мы работаем с людьми. Объяснять. Обнимите безопасника и автоматизируйте. Все, хорошо, да-да-да. Доброго времени суток, уважаемые зрители и те, кто нас слушает в аудиоварианте. Меня зовут Антон Черноусов, я девелопер-адвокат в Яндекс.Клауд и очень рад вас всех приветствовать здесь, в нашем подкасте «Безопасно говоря». Здесь я не один, а здесь вместе со мной мой коллега, который сидит прямо напротив меня. Это Алексей. Алексей, он же руководитель продукта по секьюрити в Яндекс.Клауд. Алексей, здравствуй. Все так. Привет, Антон. Спасибо. Да. И буквально два слова про то, чем ты занимаешься, потому что многие, кто присоединились к этому выпуску только что, и тебя не знают. Секьюрити слово, но как бы понятно, это безопасность, а вот что внутри под этим подразумевается? Да, по сути, я и моя команда занимаемся тем, что помогаем выполнять требования безопасности нашим клиентам в облаке, чтобы они себя чувствовали комфортно, безопасно, и все, что с этим связано. И мы здесь не одни, мы здесь не одни, потому что мы вдвоем, а у нас рядом совершенно замечательные гости. Да, да, я рад приветствовать вас. Это Дмитрий Кузеванов, технический директор «Азбуки вкуса». Всем привет. И Павел Куликов, технический директор «ЗДЭК». Добрый день. Спасибо, что пришли, ребят. Да, очень круто на самом деле вас здесь видеть, потому что у вас накоплена определенная экспертиза в области безопасности, а мы под некоторым таким соусом безопасности разбираем типичные истории, которые вокруг облаков, вокруг сервисов, вокруг разработки происходят и вокруг людей, конечно, потому что не бывает так, чтобы что-то кто-то делал и как-то оно само виртуально происходило, потому что обязательно там присутствует где-то человеческий фактор, где-то люди, где-то сервисы, которые людьми же были настроены. И мы хотим вот это все под таким вот флером безопасности сегодня в этом подкасте, во втором, кстати, поговорить. И вот у вас серьезные компании, очень большие инфраструктуры на самом деле. И у вас, как у людей, которые отвечают за то, как работает ваша инфраструктура, конечно же, есть мнение о том, как такие системы строить и опыт. И мы хотели бы, вот, у нас смотрят, соответственно, и слушают некоторые зрители, вытащить из вас некоторую информацию дополнительную, которая бы могла им помочь. В нашей стране огромное количество компаний прямо сейчас принимают решение разместить свои инфраструктуры в облаке, переехать от одного провайдера, например, к другому, расширить свое присутствие внутри какого-то провайдера или внутри какого-то облачного провайдера. Это абсолютно неважно. И вот в этот момент кто-то, кто нас смотрит или слушает, получил такую задачу, поставил ее себе и начал думать. А с чего начать думать-то вообще? Это же такая большая задача, на мой взгляд. Каждый раз я туда смотрю, когда к нам в Яндекс.Клауд заезжает какой-нибудь крупный клиент, это всегда, мне кажется, бегопроект. Огромное количество людей, ресурсов и вообще там куча задач, которые вокруг решаются. Вот с вашей точки зрения, с вашей точки зрения экспертизы, которая у вас есть у ваших компаний, что самое важное в самом начале сделать? Почитать экономическую целесообразность и понять свои основные риски. Есть два больших заблуждения, которые я всегда слышал при переезде в облака, например, собственной инфраструктуры. Первое заблуждение то, что это не так безопасно, как держать инфраструктуру у себя. Второе заблуждение, что это не дешевле, а где-то и дороже. И оба эти утверждения разбиваются практикой о цифре. Но наша практика показала, что мы как ритейлер, мы все-таки продуктовый магазин про продукты, про впечатления, про доставку эмоций. У нас есть профильный бизнес. И IT должно заниматься развитием профильного бизнеса, а не развитием собственной инфраструктуры. То есть это какие-то накладные расходы, которые вроде как непрофильные? Непрофильное занятие, я бы сказал, и деятельность. Потому что, когда вы хотите купить молоко, вряд ли вы идете, открываете свой магазин, импортируете молоко с фермы, пакеты, там покупаете. Вы идете в магазин готовый и покупаете там молоко. Вот есть профильный бизнес и профильное направление. И гораздо важнее заниматься профильной деятельностью, чем заниматься непрофильной деятельностью. В данном случае содержать свой сот, искать сервера, искать зип-серверам, обслуживать их, ездить, делать крейсировки. Это все накладные расходы, это все ресурсы. Моя практика показывает, что отдать на аутсорс, отказаться от собственных цодов, стоек и вот этих вот накладных расходов и переехать в облачную среду, к надежному партнеру, у которого это поставлено на поток, с точки зрения экономии, если рассматривать жизненный цикл серверов и систем 5 лет, у нас получается на 20% выгоднее. То есть мы несем на 20% меньше. Это крупная сумма. Ну, 20% еще 5 лет. Понятно. Это первое, на что надо посмотреть? Первое, да. Экономическая целесообразность. То есть компании, компании розни, когда ты для азбуки имел смысл держать инфраструктуру у себя. Но скорее всего там было два сервера и заморочек таких больших не было. Когда у тебя зарастается, у нас зарослось до 2,5 сотов. Почему 2? Есть основной сот, резервный сот, в каждой дне 12 стоек, есть еще площадка в центральном офисе. Когда ты разошлось до таких масштабов, это уже начинает доставлять определенные проблемы. И у тебя своевременно и оптимально поддерживать эту инфраструктуру не получается. В этот момент надо переезжать. Потому что там экспертизу нужно еще поддерживать на должном уровне, чтобы это все обслуживать? В том числе и экспертизу. У тебя должны быть считать и специалисты. Иногда это узкопрофильные специалисты. У тебя должны быть договоры с виндарами. Ты должен понять, где на рынке с учетом геополитических ситуаций получить зипы. Но это стало намного сложнее и в этом году, и в конце прошлого года. Поэтому, наверное, стоит посмотреть на размер своей инфраструктуры, посмотреть, сколько вы на это тратите. Время возможно. И экономически целесообразнее, и с точки зрения вообще в целом ресурсов, будет проще взять это как услугу и размещаться там. Там есть еще другие плюсы, как гибкость. Но это мы отдельно, видимо, поговорим дальше. Да, супер, отлично. Это мы как первый фактор там возьмем. Вот человек сел, посчитал сначала. Павел. Я бы цинично задал два любимых вопроса каждого продуктованера. Первый вопрос, чтобы что? Второй, а это поможет? То есть, если основной продукт компании это мобильное приложение, и основная цель мобильного приложения работать стабильно, без прерываний, еще что-то, то в этом случае, конечно, лучше отдать это на откуп. Если у тебя собственный продукт для собственного потребления это какая-то большая махина, то здесь отдать ее куда-то на сторону может для тебя оказаться больным. Потому что ты это развиваешь, ты это поддерживаешь. И могут быть проблемы с выстраиванием, например, пайплайна всего, с релизами и всем остальным. Могут гипотетически. Здесь нужно оценить риски, получается? Здесь нужно понимать, какую ценность мы в конечном итоге получаем. Оно может быть дороже. Я не спорю с тем, что сказал Дима. Деньги, учитывать ресурсы, это важно. Оно может быть дороже. Но конечный потребитель получает, например, более качественный доступ. Комплексная оценка должна быть, получается? Да. Сначала посчитали деньги, потом комплексно оценили. В таком получается порядке. Задали вопрос, мы это делаем, чтобы... И дальше ответ достаточно развернутый для принятия решения. Потом контр-вопрос. А вот то, что мы делаем, чтобы это помогает... Я согласен с тем, что сейчас держать свою инфраструктуру, 40 стоек... Я сейчас не про нас, а примерно, держать 40 стоек единого профиля оборудования, это сложно. Ну да. Обновлять, потом переход между архитектурами опять же планировать надо естественно. Согласен. Плюс 5 лет, которые Дима сказал, это все-таки бухгалтерский учет. Ну да, с амортизацией 20%. Да-да-да. По факту-то все быстрее. Все быстрее, да-да-да. Если круто все базы данных, то умирает оно быстрее, чем... Мне кажется, постоянно нужно вкидывать как вот в топку. Вот у меня всегда ассоциация с дата-центром, что как только он запустился, все, туда должны самосвалы подъезжать, потому что, ну, если там оборудование не простаивает, а именно работает по-настоящему, то там летят диски, летит память, ну, то есть там постоянный вот этот зип бесконечный. А в Клаудии не так? Ну, конечно, так. Это же еще один компьютер. Ну, конечно, да, только другой. Только не твой. Это компьютер, за электричество которого платишь не ты. Интересное определение. Да, это хорошо. А с точки зрения безопасности, вот, может, обсудим, некоторые считают, что вон премия, например, там собственное облако, да, может быть, чуть безопаснее, чуть удобнее. Как считаете, вот есть ли какие-то плюсы при переезде в облако? Или наоборот? Безопасность чего? Конечно, у продукта, который запущен в контейнере, который запущен там в виртуальной среде облака, но если там код, написанный странными методами, это безопасно, это часть безопасности, никоим образом не зависит от того, где она хостится. Но ты про то части, за которое всегда отвечает клиент, да, там безопасность кода, например. Безопасность кода, клиенты по отношению к клауду. Да, да. Безопасность кода, тех скриптов, которые запускаются, там хранение ключей, там из США ключей, там ключей, API ключей и прочее. То есть то, что доступно, например, через обменку, там выгрузки, экспорты, импорты. Это, знаешь, напоминает, помогите Даше, путешественнице, найти потерянный пакет. У нас есть Bear Metal, на Bear Metal есть вцентр, в вцентре есть ESXi, в ESXi есть виртуальная машина, в виртуальной машине есть хост, на хосте есть кубернетис, в кубернетисе есть докер, в докере код запущен. Нормально, вот рюшка. Потерялся TCP и IP пакет. Иди ищи. Я знаю, про какого безопасность коллега говорит. У меня на предыдущем подкасте был вопрос, практическая цитата, а вы не боитесь, что взломают ЦОД или сотрудник ЦОД да получит доступ к данному вашей компании? И это, наверное, первое, о чем думают ребята, что вот это заблуждение в том, что у себя безопаснее. Ну нет, неправда. Вот практика показывает, что все-таки, если мы говорим про надежного партнера, которого выбирали, они просто там за углом нашли какой-то там подвал с ЦОДами и туда переехали, да? Все-таки выбирать партнера стоит. Подвал с ЦОДами, это личные цитаты, мне кажется, слушайте. У партнера, мне кажется, из того, что я знаю, из того, что я беседую с вами, с другими надежными партнерами, у них процесс налажен. Никто на ILO не оставит root, паспорт. По дефолту есть политики безопасности, там же бумажная безопасность в том или ином виде. И когда вы у себя держите, у вас те мероприятия, которые происходят раз в 3-5 лет при смене серверов, они происходят раз в 5 лет. Можете замыть, применять пароли, можете не обновлять ПО, не обновлять операционность, у себя на самом деле не иллюзорно выходит менее безопасно, чем у облачного провайдера, который занимается массово своим продуктом, в том числе безопасностью этого продукта. Мне кажется, вы такой большой вклад зацепили вот этой вот безопасности, что вроде бы говорим просто с разных сторон, про разные кусочки вот этого большого, огромного пайплайна. Очевидно, что когда мы говорим про код, ответственность за этот код, она никогда не денется от того, кто разрабатывает этот код. Соответственно, про слой операционной системы, вот здесь его можно делегировать, то есть там, чтобы были обновлены вещи, связанные, например, с кубернетикой, с контейнерами, в смысле с мастерами, чтобы это автоматическое обновление произведешь, чтобы там были безопасные настройки по умолчанию или были подготовлены инструкции, как это можно красиво автоматически интегрировать в свой пайплайн. Вот какие-то вот такие вот истории. И вот эти вещи можно делегировать, и они станут в общем в достаточной степени безопасными если рекомендациям следовать, скажем так. И они уменьшают скуп ответственности разработчика. Другое дело, что когда это все у тебя, ты обязан сам этим всем заниматься, и тогда это как бы вот прям твоя головная боль. Есть же еще вопрос архитектуры твоего приложения, например. Это хороший вопрос. Потому что есть вещи, которые неделимы. Если у тебя офис разработки, например, в Владивостоке, ЦОД в Калининграде, оно там далеко, Москва, тебе нужно сделать так, чтобы информационный обмен у тебя был максимально мелкий по задержке времени. Так. Но 6 тысяч километров все еще скоростью... Ну, смотри, для чего. То есть для вот этой... Архитектура такая. Минимальная задержка нужна именно для того, чтобы клиент получал как можно ближе контент, имеется в виду, да? Ну, да. Но в таких случаях там есть, например, сервисы CDN. Я понимаю. Смотри, это понятно. Я с этого и начал, что вопрос архитектуры. Ну, например, там какая-нибудь компания-разработчик, которая живет, разработка в одном месте, а хостится в другом месте. В Яндекс.Клубе, например. А кусочек Легаси все еще под столом у главного девопса. И вот оно из точки А должно добежать до точки Б. И CDN тебе тут как бы не поможет, потому что архитектура такая. Ну, это на самом деле, кстати, один из частых кейсов. Ну, там не сервер под столом, а какой-то свой маленький цот, который соответствует требованиям регулятора. И, допустим, публичное облако, куда интерконнектом, например, производится подключение в свое приватное облако, которое уже у облачного провайдера используется. Там можно эту историю как-то сделать, достаточно безопасной, достаточно повторяемой. Но для этого, понятно, нужно интерконнект, интерконнект, нужны настройки, там обеспечить нужную скорость, но это тоже риски. А что интерконнект? Вон FTP пробросил, побежал. Наружу открыл просто. Хорошо, хорошо, да. Но для честности ради мы тоже всю инфру не перевозим, опорная инфраструктура остается, да, там корневой. У нас тоже есть интерконнект с внутренней сети. Но зависит от размера компании эта ситуация про то, что мы говорим, то есть кейс-бай-кейс. Смотрите, а давайте я сейчас немножечко обратно верну нас к самому началу. А вот у нас сидит потенциальный СТО, который нас смотрит или слушает, и у него задача перевести в начало ситуации вернемся. Он посчитал. Ему кажется, что по тем расчетам, которые у него есть, ему выгодно перевозить. он прикинул риски, которые у него есть, да, и вот он уже вроде бы уже все окей. Он понимает, что все, решения, в общем, вполне себе целесообразные. Риски там есть, но он принимает и берет их на себя, например, ну, понимает, какие будут связаны. И вот он начинает этот проект. С чем он столкнется и что нужно ему сделать вот в самом начале этого проекта? Все уже, принято решение. С чего начать? Я бы на его месте начал с обкатки на какого-нибудь MVP. Маленький продукт или кусочек своей системы? Не обязательно маленький продукт, например, проработка гипотезы. Чтобы получить всю экспертизу в облаке? Экспертизу в облаке, да. То есть он решает две задачи сразу. С одной стороны, он дает быстро разворачиваемую инфраструктуру в облаке, которая максимально похожа на то, что есть у него сейчас. При этом он проверяет гипотезу по продукту на данных, которых не существует. Не надо туда продовые данные совать просто. Надо какие-то обезвеченные. То есть это какой-то новый продукт? Минимально новый продукт. MVP, собственно, то есть либо маленький MVP, либо в виде проверки гипотезы. Такой тестовой какой-то получается. И тогда он убьет двух зайцев сразу. Он проверит, насколько быстро выстроены коммуникации с сервис-провайдером. Если там смарт-хэнс, нет там смарт-хэнс, он отвечает за этот кусок, не он отвечает за этот кусок. Такой R&D сможет простроить себе получается. Да. Насколько просто сделать то же самое интерконнект, проброситься, какие решения на стороне сервис-провайдера. Вот тебе СССР или вот тебе FTP, вот тебе R-Sync, там еще что-то. То есть, к сожалению, бывают такие сервис-провайдеры, которые в маркетинговых проспектах пишут одно. А по факту FTP, да? Да. Это, знаешь, вот где-то в году в 2016 про облака ходила шутка, что это как современные облака, это как верблюд в Египте. Залезть в доллар, слезть в сто. Заехать можно, съезжать тяжело. Сейчас, я надеюсь, что-то поменялось. Но для того, чтобы CTO при оценке своего решения обеспечил себя нормальным сном, я бы посоветовал именно потренироваться на MVP. Есть еще один нюанс по поводу стоимости владения. До какого-то порогового значения стоимость владения твоей инфраструктуры все-таки меньше. Ну, да. Опять же, у тебя идет амортизация, налоговый, бухгалтерский учет, и прочее, прочее, прочее. Сделать простую вещь. Калькулятор ресурсов. Пилиться максимально быстро. Ты знаешь стоимость твоей инфраструктуры, не знаешь, сходи до бухгалтерии. Они тебе расскажут, сколько это стоит. Закупочное, оценочное, остаточное. Все. Ты посчитал, ты посчитал, сколько у тебя стоят ядра, ты посчитал, сколько у тебя стоит пространство, жесткие диски, SSD, либо медленные диски. Ты посчитал каналы связи, оперативную память, и ты знаешь, сколько у тебя там на MVP будет идти. Почему это полезно? Потому что, по-моему, у 100% облачных провайдеров, когда до того, как ты хочешь что-то закупить, еще что-то, там есть вот эти ползунки. Так поиграйся ты у себя ими же. Но еще мне кажется интересно, что в связи с этим, в контексте разговора про MVP, ты сразу это все можешь положить в P&L. Соответственно, у тебя profit and losses, и у тебя в losses, собственно говоря, все твои расходы туда упадут. Согласен. Тут два момента. Момент первый, кто из продуктовых команд в P&L вообще считает инфру, и коли уж мы про безопасность, то кто в P&L вообще кладет затраты на инфобес? Я не беру сейчас построение с DLC, полностью конвейер, еще что-то, банальная вещь. Твой сервис будет торчать в окно. Вот твой будущий сервис будет торчать в окно. ВАВ, ДОС. Ну сразу, да. Канал связи. Канал связи, да. Канал связи, понятное дело, там живет какой-нибудь кто-нибудь из больших операторов в этом дата-центре, в котором ты хостишься. Тебе дают вот такой канал, 25 гигабит, гипотетически. Ты из него там выедаешь ноль целых с чем-то процентов. Но защита от ДОС и защита ВАВ тебе уже нужна. Вот ты вот эти цифры положи в P&L. Продукт резко станет менее привлекательным. С продуктами есть вообще очень классная история. Нет ни одного ЦИС, у которого должна быть возможность, по моему мнению, убить продукт, потому что P&L не сходится. По одной простой причине. Завод Москвич. Кому два года назад был нужен Москвич? Никому. Где-то плачет владелец Москвича сейчас. Сейчас это востребовано. Но я к тому, что ты не знаешь, как изменятся внешние обстоятельства, повлияющие на судьбу твоего продукта. Москвич был не нужен. Случилось все, что случилось, и сейчас Москвич уже входит в десятку самых продаваемых машин. А можно чуть-чуть вернуться в предыдущую тему? Давай, давай. Скопилось по поводу калькулятора на собственной инфраструктуре. Да, все супер. Но у тебя нет гибкости на собственной инфраструктуре. У тебя есть 40 ядер. Плохо, если нет. А что ты купишь? Завтра еще один сервак, ты месяц на нем посидишь, а еще 4 года, 11 месяцев. Либо собственный кубер поднимать, чтобы на этих 40 ядрах распределять. Хорошо, у тебя ядра впритык. Тебе надо завтра привезти пилот. На чем ты будешь разворачивать? Тебе надо его провести месяц, посмотреть и потом принять решение. Ты купишь сервак, приведешь пилот, а потом он тебе будет 5 лет стоять. Зачем? На собственной инфраструктуре график, собственные ресурсы вот так вот ступеньки выглядят. Он может выглядеть ступеньками. В том случае, если ты как технический директор это не видишь. Не знаю, что ты только что сказал про неопределенность внешних ситуаций. Но тем не менее, ты как ответственный за инфру, за развитие продукта, ты должен эти вещи тоже учитывать и хоть как-то им управлять. Это планирование такого supply chain по сути дела, поставки каких-то ресурсов. Что-то можно заложить, понятно, но от каких-то непредвиденных обстоятельств все равно не застраховано. Действительно, я больше с Димой здесь соглашусь, что настолько перезаложиться, чтобы в моменте давать ресурсы под новый проект, это действительно тяжело. У меня есть пример. Мы внедрали транспорт-монепрессистем, которые требованы к оперативной памяти ядром процессора, там, задачками авиажора, расчет маршрута и тому подобное. Нам нужно было пропилотировать. Что пропилотировать? Там какой-то космолет с 20 турбинами, и покупать его для пилота это космические деньги. Мы можем взять его в аренду на месяц. Это не противоречит тому, что я сказал. Для MVP-пилотирования, пожалуйста, ты можешь использовать все что угодно. Главное, чтобы там не было продовых данных. Но тогда у тебя всегда есть в наличии какой-то сервак, который простаивает и который ты когда-то по необходимости забираешь. А зачем он у тебя в остальное время, когда у тебя нет MVP? Он просто воздух греет в цоде, гоняет, гибкость. Конечно, не надо сразу катить прот в облако. Есть в нормальном в моем мире DEV, TEST, UAD и PROT среда. Начните с DEV и теста, катите их сначала. Вы, во-первых, пропилотируете, как оно там разворачивается. Плюс абсолютно идентичных облаков не бывает у одного провайдера, у другого провайдера в цоде у вас разные облака. С примитивного возьмите VRRP. В облаках по факту в некоторых между зонами доступности нет. Вам придется переделывать свою собственную архитектуру инфраструктуру, чтобы она работала в облаке. Я с тобой соглашусь, надо начать с MVP. Возьмите TEST, возьмите DEV, попробуйте их перекатить в облако, набейте шишки кастелей, выработайте, как вы потом будете тащить провод, и спустя полгода вы уже будете тащить боевые проекты. У нас так и происходит. Мы сначала, когда мигрировали, мы построили от DEV до PROD. Сначала DEV, потом TEST, потом IAD и только потом последний PROD. И вот с момента того, как мы начинали, дошли до IAD, там поменялось все, в половину перевернулось, как мигрировать, как мы реализуем определенные вещи. Ты на себя примеряешь. Хотел бы эту тему немножечко развить. Понятно, что мы всегда через призму своего опыта смотрим, но вот это вот примирение, или MVP, или тестовую среду покатить, это же история про то, что мы пересматриваем на самом деле свой продукт, как мы делаем основные свои продукты. Опыт, который ты получил именно в тестовой эксплуатации, у провайдера, в облаке, с каким-то MVP, ты можешь через призму этого опыта посмотреть на всю свою инфраструктуру текущую, на текущую инфраструктуру проектов, а насколько они мобильные, есть ли какие-то дополнительные риски, может быть, надо что-то где-то обновить. Мне кажется, это такой стимул для всей остальной команды провести потом большой разбор, а вот типа хорошо ли мы поступили, а правильно ли, какие уроки мы отсюда извлекли. С тестовым контуром есть большая загвоздка. Ты девелопер-адвокат, у тебя большой продукт, там все остальное. Вопрос к тебе. К безопасности мы потом поговорим. Вот смотри, тестовая среда это прот вчерашнего дня или это прот завтрашнего дня? Вот это, кстати, хорошо классический. Мне кажется, там очень сильно зависит от того, что есть. Ты кинешь продукт. В хорошей ситуации, мне кажется, тестовая среда не одна, а их несколько. Нет, ну подожди, это вы большие, мы большие. Нас слушают ребята, которых нет такого, что вот там 4 тестовых контура и все остальное. Давайте все-таки немножко. По мне все-таки деф ближе к завтрашнего дня, потому что ты как бы что-то новое раскатил. И вот тут вопрос про безопасность. То есть получается, если тестовый контур это прот завтрашнего дня, то в том случае, если ты выводишь его из-под требований по безопасности своих, которые иногда параноидальны, но это твои домашние, ты экземпляр прода завтрашнего дня отдаешь куда-то, где он может в силу разных обстоятельств, не обязательно злоумышленности, просто разных обстоятельств, быть доступен кому-то без данных. Тестовые контуры доступны наружу, но, то есть, опять же, есть практику. Тебя наружу, может быть, я про себя по себе меряю, там прот, юат, но прот 100% может быть открыт наружу, юат частично. Тесты деф всегда локальные, плюс на тесте и на дэве нет реальных данных. На дэве вообще... Я думаю, что тут риск и опасность, и даже некоторый такой страх, и он вообще рациональный очень сильно. У меня внутри в моем ПО, новой функциональности, которую я вот только разработал, у меня есть потенциальные дыры, ну, потому что я еще не докатил еще каких-то... Которые ты где-то тестируешь, а потом тащишь, и это становится продом завтрашнего дня. Да-да-да, я понял тебя. А ты чего-то не досмотрел. Поэтому этот вопрос не философский, тут вопрос, что есть тестовый контур. Тестовый контур это отстающий от пруда, но это глупо. Нет, вообще я сторонник, что должно быть три все-таки. Вот дэв, да, это разработка, все-таки вот там... Это понятно, но... Промежуточный, это вот именно такой прот, но без продовых данных. Я про продовые данные, я уверен, что подавляющее большинство тех, кто нас слушает, не использует продовые данные во всех странах. Я верю в собственную аудиторию. Я уверен, что также немало людей используют всего два стенда, типа текстов и прот. А я уверен, что есть те, кто в силу разных обстоятельств использует прот как тест. Да, такое тоже было. То, что мы сейчас обсуждаем, очень похоже на анекдот про бэкапы. Есть те, кто делает бэкапы, есть те, кто не делает, а те, кто делает и проверяет, что они работают. Тут еще есть продолжение. Какой из контуров пинтестить? Прот или дэв? Каким пинтестом? Ты заказал внешний пинтест про аудировать свою систему. Куда ты их пустишь? В прот, чтобы они положили тебе все и поломали. Есть риски, что клиенты не смогут зайти на сайт. А цель контеста какая? Выявить дыры. Это аудит? По сути аудит, но черным ящиком. А если ты включишь их на дэв, то там как бы не все настолько похоже на прот зачастую. Мы плавно входим в область страхов различных, которые есть. Мы сейчас в такой холивар наступим. Это хорошо. Мы можем сейчас перейти к теме атак специфичных. Да, мне кажется можно. Смотрите, мы уже вроде как каким-то одной ложноножкой попали уже в облако. Уже там какой-то MVP крутится, возможно уже маленький продукт. Понятно, что в каждой предметной области всегда есть какая-то своя специфика. Ее много, разное. Иногда в некоторых областях они совпадают. Все привыкли к тому, что есть дедосы, по крайней мере они в новостной повестке очень часто рефигурируют. Есть взломы, как классические. Что-то вынесли, украли и так далее. А вот есть какая-то специфика в ритейле, в тех сценариях, с которыми работаете вы, где особенность работы именно с большим количеством людей, которые приходят и пользуются вашим программным обеспечением, и в принципе они не супер квалифицированы сами по себе, ну как потребители информационных продуктов. Есть ли вообще вот в вашей инфраструктуре какие-то вещи, которые случаются, они для вас типовые и для таких бизнесов, как вы, они являются типовыми? Да, может какое-то мошенничество особенное там или что-то такое. Фрод в лояльности очень частая штука, когда есть определенная программа лояльности, в которой есть бенефиты для покупателей. Бенефиты бывают баллами виртуальными, рублями. То есть бесплатно по сути закупают? Как какая-то скидка на товары, либо бесплатно товары. И вот эти вещи нужно все 100% анализировать. У меня есть история о синергии двух разных фич. У нас в рамках программы лояльности человек, который заполнил профиль, начислялось энное количество баллов, которые он мог потратить в магазине как скидку. Ну там копейки какие-то начислялись, по-моему, 20 или 30 рублей в пересчете на скидку. Там какая-то странная система, там 20 тысяч баллов, а это 20 рублей. У каждого там свой коэффициент, но суть в чем то, что... Я пользователь вашей сети, поэтому что-то где-то флэшбэк словил. Какая-то сумма, которая сама по себе никакого риска не несет. Но потом коллеги решили добавить перевод бонусов и баллов между клиентами. И ситуация какая? Определенные люди... Ну то есть для того, чтобы получить это начисление, надо взять один номер, получить одну смс-ку для регистрации и получить вторую смс-ку для перевода баллов. Стоит на черном рынке это 6 рублей. Получают они 30 рублей, 24 рубля профита. Написали скриптик, который брал платные номера, бесплатные номера, которые полно в интернете. Они регистрировали профиль, получали 30 рублей, агрегировали это на одном аккаунте. А после вот эти миллионы, миллиарды продавались, продам баллы, они тысячу рублей скидкой за 500 рублей продавали. Это же выгодно, правильно? Вот такие темы. И как вы с этим боролись? То есть именно изменением в коде или это какая-то там дорогостоящая антифрод-система специальная? Ой, вот эти дорогостоящие антифрод-системы в ритейле не работают. Это не банки и финтех, но это комплекс. Во-первых, нужно понимать и анализировать механики, которые вы вводите. То есть механика начисления баллов, механика выдачи купонов. Нужно всегда прослеживать, держать в голове всю картину. Мысли как хакеры и видеть все механики. Например, классная же идея начислять бонусы тем, кто за полный профиль. Классная идея давать переводить, но между собой они дают как бы определенную проблемку. И там есть несколько мер. Первое. Анализировать механики с точки зрения информационной безопасности. Мыслить, как их могут использовать не так, как вы планируете. Всегда четко понимать, что ваши механики не приводят к доходности. И рассчитывать, что никто этим не воспользуется, но не стоит. 100% будут люди, которые попытаются из этого сделать выгоду вам напортачить или что-то еще. И мониторить публичные площадки на предмет таких предложений тоже очень важно. Не буду назвать название компании объявлением. Какой-то даркнет, в общем, да? Понимаете, это даже не даркнет, это в паблике лежит. Вы заходите. В названии компании купить баллы. Посмотрите просто первую страничку. И коллеги делали контрольную закупку, смотрели откуда это идет и выслеживали всю эту цепочку. Разворачивали всю эту цепочку. Ну, это расследование полноценное получается. Это сама по себе, это вишенка сверху, когда вы уже наладили процесс появления этих механик, анализы их. Ну, сбор метрик, конечно же. Здорово. Слушайте, эти же метрики, если мы так экстраполируем всю эту историю, это же надо тупо все хранить. Ну, то есть по большому счету нужно хранить вообще все пользовательские активности, чтобы потом можно было их реверсно проанализировать. Ну, там пользовательские активности это транзакция в основном, но, например, если мы говорим про метрики, если показатель эффективности борьбы с фродом, мы тратили миллионы рублей на компенсации какие-то в том числе. Или там не целевого расходного бюджета, то есть запустили какую-то акцию, она должна была, еще раз, мы же говорим про бизнес, мы не благотворительность занимаем, мы не оказываем государственной конторой, мы говорим про это все-таки магазин, это бизнес. Целью бизнеса это заработание денег. И то есть целью каких-то механик промо и маркетинговых акций это привлечение новых покупателей, краткосречно и долгосрочно. И она имеет экономическую целесообразность. Вот неправильное введение этой механикой, например, без анализа ИБ, может привести не к прибыли, а в минус. И получается для чего? Обнимите своего безопасника называется. И чем раньше обнимите, тем проще будет. В вашей сфере есть какая-то специфика атак? Может доставки кому-то другому воруют? Кража, доставки это вообще отдельная история. Я электронные имею в виду, не физические. Как ты электронно своруешь мои варежки? Ну там поменяю адрес какой-нибудь. Мне должны прийти теперь, а не тебе. Ну так они придут к тебе, твои варежки. Тут вопрос в другом. У нас такого нет, но гипотетически возможно, что одним из сценариев как раз путаница маршрутных карт. Вот здесь да, то есть варежки должны прийти тебе в одно ПВЗ, там пункт выдачи заказа, бац, и уехали в Биробиджан. И компании, чтобы потом вернуть, они несут очень большие расходы. Всеми любимая двухфакторная авторизация. Все обожают смски. А давайте прикинем сколько стоит одна смс. Есть же пуши еще. Пуши у тебя есть в том случае, если ты знаешь своих клиентов, и у тебя есть приложенька, и ты этих клиентов заводишь в канал этого приложеньки. Тогда да. Но есть староверы, которые вот я только смски. Это и дорого, и не безопасно. Простая ситуация. Запрос на смс дергать опишкой. Понятно, 20 копеек где-нибудь. 2,5 рубля смс стоит. Сейчас 2,5 рубля. 2,6-7 тоже зависит от региона, от операторов. В моем любимом Биробиджане может стоить любую сумму, потому что там через дорогу еще два государства, и там периодически пройдут эти. Я не хочу обидеть никого из Биробиджана, красивый город. Я имею в виду, что это какие-то боты, которые дергают, там быстро регистрируют много клиентов. Ты продукт-оунер. Ты запускаешь какой-то новый продукт с авторизацией. Ты где-то слышал, что нужен второй фактор. Ты такой смс. Но ты не пришел, не обнял своего безопасника. Не поставил капчу на сайт. Капча обходится 10 центами в индусов. Это история не про это. А потом приходит кто-то и начинает эту опишку дергать. У тебя списалось 2 рубля, 5 рублей, еще 7 рублей. И к концу дня ты из своего пенеля убежал в адские минусы. Ну да, здесь можно какие-то лимиты выставлять. Или выставление лимитов, то, что анализ тех данных, то есть телеметрия, наверное, не стоит корректно сказать, но управление тем информационным потоком, который порождает новый продукт. Я еще не говорю про мониторинг, про метрики, еще про что-то. Я говорю про сделать кик, но не с точки зрения идентификации, а с точки зрения понимания, ну не знаю, там CGM, например. Да, я понял. Да, в девилках, в адвокате и так далее. То есть поиграться. Вообще это получается нужно учитывать, с чего мы начали на самом деле наш текущий подкаст, нужно учитывать человеческий фактор. В общем очень сильно. То есть люди будут всегда пытаться заработать немножко денег дополнительно, другие люди будут пытаться спасти как-то эти деньги и так далее. Кто-то обязательно что-то забудет где-то по дороге, когда будет что-то настраивать, особенно руками. Если не сходили к безопаснику, то опять же там есть какие-то риски дополнительные. А вот вообще с точки зрения работы с людьми, насколько важен этот фактор при планировании переезда в облако, допустим? Что нужно учитывать, какие есть риски дополнительные? Привычки. Просто привычки людей. Нужно их понимать. Если мы говорим про привычки наших собственных работников, то какая привычка у команды девопсов хранить секреты? Ну, локально в плентексте или в том же самом клауде в волке? Или еще как-то? Я бы здесь даже расширил, какая привычка хранить пароли у кассиров или у обычных сотрудников, как бы людей. Ну да, ушел в отпуск, вернулся. Какой-нибудь стикер на монитор. Да-да-да, в записной книжке посмотреть. Это классические какие-то такие истории. И как с этим работать? Как эту культуру повышать тоже? Мы работаем с людьми. Объяснять, доносить. Смотри, какая история. По поводу имплементации культуры первое, на что я бы обратил внимание, это на уровень текучки кадров в той целевой аудитории, в которой ты хочешь эту культуру привить. Потому что если у тебя курьеры, а там текучка очень большая. То есть ты не успеешь воспитать, по сути дела, получается? Даже ты ему скажешь, что пароль раз, два, три, четыре это плохо. Он скажет хорошо, будет 9876. То есть чем выше текучка, тем более безопасность должна быть по дефолту уже? Она должна быть by design. Она должна быть еще на этапе проработки того же самого MVP, проработки первых релизов. То есть не только с точки зрения безопасности кода, техники, еще что-то, а именно с точки зрения... Тут, наверное, есть отсылка к антифроду, про которую Дима говорил. Надо понимать продукт с точки зрения потенциального злоумышленника. А что будет он делать? Какие у нас есть логические огрехи? Моделирование угроз, по сути, злоумышленника. Если так уж бумажным языком выражать. Я не хочу бумажным языком. Всю дорогу, мне кажется, вы уворачивались. Кто-то должен был это озвучить. Понятно, что мы когда говорим про массовых сотрудников, и в любом бизнесе, в котором много людей, которые работают на кассах, на входах, где-то там еще где-то, где большой поток какой-то, там понятно, что рассеянное внимание у этого человека, у него там куча дел, он не может 10 дел одновременно делать. Понятно, что когда человек в офисе сидит, у него все-таки оперативной памяти побольше немножко для того, чтобы осуществлять какую-то деятельность. Есть какие-то вещи, на которые нужно обратить внимание при имплементации таких систем? Человек, который на кассе за компьютером сидит, он не всегда представляет, к чему могут привести те или иные действия. Точнее, он может представить, но он не может оценить вероятность их возникновения. И вот мы если говорили про смс, например, то, что обсуждали, там слив бюджета. Кто-то сливает вам бюджет, тратя ваши деньги. То есть не все додумываются о том, что это действительно вероятно, и что это в реальной жизни существует. И дальше люди фантазируют, есть другие темы. Есть смс-флудеры, например, когда злоумышленники делают скрипт, который дергает тысячу опишек магазинов, которые отправляют вам приобретать смс-очку и продают эту услугу как смс-флуд для каких-то других. Люди даже не представляют, что это существует и что-то может быть использовано, и зачем вообще мне нужна капча после того, перед тем, как отправить смс-ку. Тут вопрос, должны ли они об этом понимать, но вот вопрос о осведомленности. Это первое. С точки зрения, мы начали с миграции в облако, я тут чуть подискутирую относительно обучения людей важно, но также важно убрать ручной труд. Людям свойственно совершать ошибки. Есть два примера. Первое, то есть, например, автоматизируйте, я не знаю, смену пароля сотрудникам. У нас как раньше было. Человек забыл свой пароль, у него заблокировалась учетка. Что он делает? Звонит в поддержку. Поддержка там заходит в домене, меняет им пароль, скидывает, говорит как-то. Он еще пароль ставит там 1.8, либо что-то еще. Сотрудник потом как-то меняет. Уберите человека из этой цепочки. Напишите сервис, где сотрудник может зайти и сам по каким-то секретным данным своим сбросить себе пароль и получить сгенерированный пароль. Вы убираете вот этот фактор человека, где он может ошибиться. Вы написали систему, которая работает по четким правилам. Человек отвлекся, сделал от 1 до 8, второй человек отвлекся и не поменял пароль. Вот у вас учетка сотрудника 1.8, например. Там есть другие меры, которые дополнительно нивелируют эти риски, но глобально автоматизируйте. И это касается в том числе переезда в облако. То есть как мы едем в облако. Как было до? Команде нужен сервис. Он должен находиться на виртуальных серверах. Команда пишет, мне нужно такие-то ресурсы под этот сервис. Там 5 виртуалок, 2 базы и тому подобное. Заявочку. Заявочка в холдеск, она согласуется. 3.4 печати. Согласование. Да, согласование. Берет администратор дальше, создает руками виртуальную машину, добавляет руками ключи, мапит диски и тому подобное. На каждом из этом этапе. Где-то могут приглядеть цифру, кто-то может не тот ключ, не знаю. На каждом этапе могут быть ошибки. Используйте реформ. Автоматизируйте разворачивание инфраструктуры у себя. Сделайте минимально необходимый набор полей для разработчика для того, чтобы мог ввести название, образ, шаблон оперативки. Нажав AppLine желательно кнопочку задеплоить, у него все автоматически задеплоивается. Не когда кто-то руками это делает, а когда это происходит автоматически. Что вы получаете? Вы убираете руки. Это не отменяет обучение персонала. Еще раз говорю, убираете руки, оно происходит автоматически по согласованному вам шаблону. Всегда будет так происходить. Второе, вы ускоряете развертывание этого всего. Мы жили в парадигме на собственной инфраструктуре, где от заявки до выделения ресурсов там типа 4-5 рабочих дней. Сейчас мы живем в парадигме тогда, когда у нас там ведущий разработчик в команде или какой-то старший разработчик вся в репозитории описал из шаблона Terraform. Девопсер это за ревью. Через 4 часа, но там время, пока он посмотрит, у него же есть готовая инфра. Так и секьюрити-ревью уже там тоже. И секьюрити-ревью, которая там есть. И плюс дальше что мы делаем? Вы меняете облако, вы этот Terraform можете в другом облаке раскатить. То есть вы поменяли облако одно на другую, раскатили все пайплайны, у вас тоже самое развернулось там. Вам не надо ничего, не переносить в виртуальную машину, ничто. Но оно чуть-чуть будет, наверное, отличаться все-таки там Terraform провайдера, но в целом да. Ошибся в айпишнике, отдал кусок инфры куда-нибудь. Не, ну для этого есть секьюрити-ревью и аппруф, чтобы он проверил все там. Ну, в общем, спичь о том, что автоматизируйте. Это выгодно и с точки зрения безопасности, и с точки зрения производительности труда. Но обнимите безопасника и автоматизируйте. Хорошо, да-да-да. Фраза ушла в народ. Просто не надо автоматизировать самим. То есть безопасник видит больше рисков, он может указать на те места, где вы не знаете что. Надо обнять так, чтобы у него асфиксия не случилась. Да, задушить не надо. Задущий вопрос. Какое минимальное число безопасников все-таки должно быть? Можно ли все автоматизировать, всю безопасность? Или все-таки там, не знаю, должен быть как минимум один безопасник или все-таки там не один? Некоторые люди спрашивают тоже это. Здравый смысл помогает. Здравый смысл это хорошо. Ну, это как с парковкой. Особенно те, кто в больших городах живут, у них есть точно привычка. В Новосибирске, в Питере, в Москве, во всякого я знаю, они припарковались, вышли и задают себе один вопрос. А не припарковался ли я таким образом, что я кому-то потенциально мешаю? Здесь то же самое. А сделал я этот сервис таким образом, чтобы что-то никуда не торчало? Это же вопрос осознанности. Ответственности? И ответственности. У меня в практике был момент, когда мы внедряли SDLC, когда секрет-чемпионов тогда еще не было. Мы просто пытались людям донести. А я готовился к тому, что сейчас будет противоборство, что мне придется что-то ломать. Все прошло вообще идеально. Я собрал архитекторов и говорю, ребята, а кто из вас не хочет в менеджмент дальше? Вы подняли руки, что мы хотим остаться архитекторами. Хорошо, то есть вы были младшим разработчиком, потом middle, потом senior, потом девелопер-архитект. Девелопер-адвокатства тоже не было. Я говорю, а давайте посмотрим на безопасность как следующий уровень вашей компетентности. Это такая получилась как бы новая такая область, в которой они начали развиваться. Да, то есть они на меня смотрят. Слушай, ну, в принципе, вот мы тут в 20 можем написать все, что угодно. Ну, хватает квалификаций. Люди там выросли. Они архитекторами не потому, что там в штатке место пустовало, потому что вот они архитекторы. Они знают, что это, как это и прочее. Я говорю, а давайте посмотрим на инфобес с точки зрения, что это ваша новая компетенция следующего. Вы можете написать все, что угодно, а вы можете написать это все, что угодно, безопасно. Челлендж? Чей? Челлендж такой, да? Сейчас это называют геймификацией. Тогда это было просто взятие на понт. Это был там 2016 год. И они потом сами приходили, потому что их это зацепило. Потому что он понимает, что он стоит, как архитектор продукта, он стоит за очень большой крутой вещью. А может ли он эту вещь еще сделать безопасно? Продуктонеры тогда только появлялись. Их только мамки рожать начали. Получается, это такая очень важная составляющая компании, вообще в целом разработчиков, понимать, что область безопасности она на самом деле от каждого зависит. Это какая-то культурная составляющая, которая должна прорасти в компании, получается? Я бы на самом деле затронул сейчас чуть другую тему. Вот смежную то, что количество безопасников в штате, сколько их нужно. Зачем? Вопрос основной. Зачем нужны безопасники? Вот на самом деле больная тема лично для меня. И уровень цифровизации такой, что рисков в IT-мире гораздо больше, чем рисков в физическом мире. Давайте будем объективными. Но если мы говорим про ритейл-компании, везде есть охранники, службы безопасности, физическая безопасность. И почему-то расходы физической безопасности все воспринимают как должные. Наверное, потому что когда-то 20 лет назад могли приехать ребята побить стекла, вынести товар, вынести технику. В Сан-Франциско это говорят регулярные теперь процессы. Но, слава богу, у нас сейчас таких процессов нет. И посмотрите на магазины. Вас в регионах нет? В дальних? В дальних регионах тоже. Там все друг друга знают, но спич о другом. То есть понятно, что в дальних регионах и уровень цифровизации у меня там тетрадка, счеты и вот это вот все. Я говорю про центральные регионы, где все цифризовано настолько. Терминальный сбор данных, кассы, Wi-Fi, трекинг лица, биометрии и тому подобное. Там основные риски уже не в физике, а в цифре. И хочется поменять вот эту парадигму, что у нас есть безусловные траты на физическую безопасность, а на информационную безопасность надо как-то выбивать. Давайте посмотрим все. Нам нужен охранник всегда. Зачем? Вы поменяйте. Вам не нужен охранник, он же безопасник, потому что если у вас есть сеть из 20-50 магазинов, у вас есть кассовые магазины. Если их зашифруют или зашифруют вас полностью внутри, вы перестанете функционировать неделю-две недели, пока не заплатят деньги. То, что у вас централизованно приедет 50 магазинов, вынесут магазин, вероятно, сильно меньше, чем зашифруют. Бэкапы, я слышал, помогают не простаивать две недели. А теперь представь, у тебя 200 магазинов, в каждом магазине 20 касс. Это касса еще партнера и тебе надо это все обновить, расследовать, не допустить повторения. Это ашан какой-то. Ну ладно, 50 магазинов тоже. Риски поменялись. Риски поменялись. Это, кстати, важная история. А вот этого тренда нету? То есть ты не видишь его, что на информационную безопасность стали выделять деньги? Мне кажется, это все-таки уже стало чем-то обязательным? Я бы сказал, что в финтех, например, в промышленности этот тренд наблюдается как будто, а вот не во всех областях, а действительно в ритейле может быть не так сильно. Но речь не про банки, финтех, либо регулятивные какие-то секретаря, именно про обычный бизнес, может возить сеть продуктовых магазинов. Не все сети продуктовых магазинов заморачиваются по информационной. Где-то есть безопасность. Это компании на разном уровне зрелости. И разные уровни зрелости помогают по-разному развиваться. У меня недавно был разговор с партнерами. Они приходили рассматривать наши платежные решения, которые связаны с безакцептными платежами, и они почесали голову, говорят, мы не можем это внедрить, потому что общий уровень безопасности такой, что для нас это большой риск. Как ты думаешь, чего здесь не хватает? Может каких-то комьюнити именно в этой сфере или конференции отдельных на эту тему или каких-то публичных рассмотрений и уязвимостей. Чего, на твой взгляд, не хватает, чтобы этот уровень поднять? Есть конфа и безопас ритейла. Есть такая конференция? Очень маленькая, но есть. Игроков ритейла немного. Или, может, регуляторики не хватает? Господь с тобой. Коллеги, мне кажется, что мы достаточный объем уже, так сказать, взволновали тех, кто нас сейчас смотрит. Уже достаточно возбудили, чтобы они пошли, во-первых, посмотрели, что есть какая-то конференция. Маленькая, но гордая, куда, в принципе, имеет смысл, в общем, кажется, сходить. Надо ссылочку. Да, мы, наверное, ссылочку попробуем к этому подкасту приложить. Ты пришлешь, а мы ее втиснем. Я не уверен, что это такая конфа, на которой есть ссылка. Настолько маленькая. Хорошо. Она безопасна, она в оффлайне. Там охранник стоит уже. Там охранник стоит, поэтому без ссылок. Хорошо. Давайте попробуем какие-то небольшие выводы. Заканчиваем. А чтобы в остатке что-то осталось. Сидит человек, получил задачу, нужно заехать в облако. С чего начинает? На что обратить внимание? Что самое важное сейчас? Оценка, для чего это нужно. Так. Экономическая оценка. Так. Сверка возможностей обеспечения инфобеза в своей инфре и в инфре клауда. Оценка разницы между ожиданием и реальностью. Такой здравый смысл на все дела. Тестирование на MVP без продовых данных. И дальше уже принимать решение ехать. Какой такой чек-лист получился прямо. У меня еще два пункта есть. Давай, докинем. Адекватность в оценке рисков. Например, у нас будет безопаснее. Посмотрите адекватно, как у нас и как у них. И поймите, где действительно безопаснее. Потому что очень многие тут кулуары набеседовали. Чтобы показать свою ценность, мы можем сами. Это геройство. Все и так знают, что вы можете. Адекватно оцените, где риски меньше. А можете ли вы дешевле? Ну, это комплекс. И, наверное, паттерн. Используйте все возможности платформы. Автоматизируйте. Автоматизируйте. Хорошо. Автоматизируйте это. А, кстати, удобно. У тебя там автоматизировано, а здесь у тебя эти сидят работнички вручную перекладывают эксельки, а там все автоматизировано. Там парсеры. Все равно, как только ты уменьшаешь человеческий фактор, это тоже важный момент. Я бы еще, наверное, дополнил, что зачастую опасения безопасников, связанные с переездным облаком по причине незнания, например, что они там побаиваются, потому что не знают, как это все устроено, как это все там можно выстроить. И я бы дал такой совет безопасникам именно изучить, потому что лишним это точно не будет, точно пригодится, там расширится кругозор, посмотреть, как вообще в облаках выполнять безопасность. И, ну, в любом случае, даже сейчас, если там не поедете в облако, в будущем это всегда пригодится. Ну и мне кажется, очень важно не забывать о том, что наши сотрудники, наши коллеги, они тоже готовы погружаться в безопасность, но нужно им подсказать правильный путь и немножечко вот этот человеческий фактор себе улучшить вокруг себя. Делайте это, занимайтесь этим. Обнимите своего безопасника, мне кажется. Обнять безопасника. И автоматизировать. Это название еще одного подкаста. Обнимите безопасника. Обнимите безопасника. Да, и вот на этой замечательной ноте мы будем с вами прощаться, уважаемые подсказтослушатели и наши зрители. До скорых встреч. Пейте кофе. Всем пока. Пока. Спасибо. Пока-пока. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok